И небесный покровитель русского воинства очень почитаем на Руси. Храбрый воин Георгий жил в древние времена в Римской империи. Он был воспитан родителями в христианской вере. Гонитель христиан, император Диоклетиан, приказал ему отречься от Христа. А когда Георгий отказался, то велел подвергнуть его мучениям. Мужественный воин выдержал все пытки, но остался верен христианству. И тогда, по приказу императора, 23 апреля, 6 мая, по новому календарю 303 года, его казнили. С тех пор святой Георгий считается совершенным примером чести, доблести и отваги. По доброй традиции, в престольный праздник в Видновском храме святого великомученика Георгия Победоносца проходит божественная литургия. Праздничная служба, которую возглавил благочинный церквей Видновского округа протеерей Михаил Егоров, собрала и взрослых, и детей. Святого славного и сихвального великомученика Георгия Победоносца, Его же и память ныне светло празднует святые мученицы царица Александры, Святого мученика Анатолия и мученика Протелеона, Их же и память ныне и всех святых помилует и спасет нас. Яко благо и человека любец, Христос воскресе! Аминь! Прихожане славили Христа воскресшего и святого великомученика Георгия. Символично, что полный разгром фашистской Германии пришелся на праздник Георгия Победоносца и что ее капитуляцию 8 мая 1945 года принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями Великой Отечественной войны, битвой под Москвой, Сталинградской битвой, сражением на Курской дуге, штурмом Берлина. Памятные мероприятия продолжились на Аллее Славы. После окончания службы по установившейся традиции на Аллее Славы прихожане, ветераны, руководство района все вместе возлагают цветы к вечному огню в память о погибших воинах всех за отчизну нашу, за наше Отечество, отдавших жизни, а также в честь вот этого праздника престольного и, конечно же, в честь самого главного юбилея Великой Победы, которую мы будем на днях отмечать. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, которую отсчитал главный колокол Георгийского храма. В заключении мероприятия представители администрации района, общественных организаций и жители города возложили цветы к вечному огню. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.